с вами скалах находится он непосредственно между поселком видя его и урагуба давайте посмотрим в округе такая большая бетонка очень много зданий вспомогательных и сейчас на пройдем с вами через пройдем с вами внутри этого скального комплекса посмотрим где были не хранились где разгружались ядерные головки интересные гермоворота посмотрим насколько сможем снять фонариком снять это с фонариком сразу скажу что тут может быть не очень хорошо по звукам у меня в начале но там я думаю все нормально вот соответственно в скалах два входа и соответственно были два скажем так ангара для хранилищ ну соответственно там на въезде и здесь и вот смотрим 1 можно рассмотреть наблюдательные вышки но туда очень тяжело то есть залезть можно но особо тут и маленький вот смотрите там видны подземные коммуникации но кстати очень опасно ходить потому что особенно зимой потому что можно очень серьезно провалиться да и в принципе здесь тоже даже летом это опасно вот смотрите самая интересная часть кстати пока мы не показали вот такие огромные своды ты включаешь сюда вот или смотрите самая интересная вещь это вырванные гермоворота попробуем фонариком посветить поярче то есть первое время они были закрыты потом видимо наши товарищи металлисты пытались их вытащить выдернуть но столько металла но как оказалось внутри они вот внутри они просто бетонные то есть никакой особой ценности не представляет хотя по виду конечно они просто смотрите чудовищные площадка эта функционировала по моему шестьдесят седьмого года по крайней мере на входе военный городок который мы дальше будем снимать там стоит именно 67 год ну и вот смотрите какой комплекс то есть не видно даже так вот надо аккуратно видите даже народ кто ходит они закрывают сверху уже шифер черепица видите тяжело очень посвечивать она обваливалась и вот она соответственно лежит тут вся ну и кстати весьма холодно хотя у нас северное лето даже здесь очень холодно вот кстати там даже видим что лед там до сих пор да при том что сейчас у нас июль месяц скоро уже середина лета расформировано как я вам сказал по моему 67 году по крайней мере такая дата стоит на въезде военный городок было создано это ядерное хранилище кстати да остались коммуникации как он вот классно какие-то ответвления идут небольшие комнатки да все облезла и краска видно что кстати и по высоте причем смотрите да они высоко вот шахты вентиляции до сих пор остались естественно все это уже разграблено металлистами очень серьезно тут и вскрывали и полы бомбили пробивали чтобы достать кабель просто все это к сожалению было брошено никакой огромный комплекс и рядом был еще построен как я уже говорил огромный городок но не огромный городок но соответственно городок вот смотрите даже вот тут видно что пол пробивался скрывался вот кстати оцените какая здесь длина этих помещений в поисках сейчас так в поисках кабеля соответственно металлисты тяжело поскольку понимаете тут кромешная темнота и тяжело как-то снимать на сюда мы еще вернемся надо смотреть под ноги надо смотреть в камеру при том что я уже пытался снимать здесь но с таким с обыкновенным даже сильным фонариком здесь снять практически на камеру очень тяжело потому что мы находимся с вами в кромешной тьме вот ноги то в 90-х начале 90-х так вот смотрите какое начале 90-х отсюда ядерные всякие отходы или вы части все вывезли и он использовался комплекс как просто обыкновенный склад вот смотрите давайте до конца дойдем вот здесь соответственно сохранились еще для кранов для крана соответственно видимо какие-то направляющие и вот в этом большом помещении с акустикой да очень тяжело снимать потому что фонарика вот даже вот этого сверх мощного фонарика у меня не хватает побольше сделаю потому что он уже в turbo режиме но смотрите какая высота наверное из нас трехэтажный дом если не выше выше на ра пятиэтажку то есть и все это давайте обернемся вон вход все это выбито в скалах какое огромное помещение если здесь фонарик перестанет гореть будет не круто с учетом того что здесь вот такие вот такие провалы но тут они завалены конечно а если не завалены он теперь посмотрите как насколько он высох как тут высоко и вот вот там видим самую одну из интересных часть это гермоворота которые вот эти закрыты гермоворота есть открытые и вот посмотрите какой здесь большой комплекс и какая здесь акустика сверху уже что-то видите падает надо быть аккуратно вообще в таких местах конечно доходить в касках но мне только советская и немецкая как раз по нам женой как-то сегодня одеваем смотреть внимательно под ноги надевать каски потому что травматизм здесь может быть достаточно серьезный и вот смотрите какая классная одна из скажем так самых классных тут помещений гермоворота которые остались то есть целыми и закрыты наверно навечно даже можно рассмотреть вот эти надписи ответственность за техническое состояние прапорщик зольников типа значки где-то тут были радиации и вот по моему значок радиации самом деле мы сейчас померяем радиации у нас с нами едет приехал знакомый вот 6 так подарик немножко уже уходит из труба режима вот и здесь радиации соответственно рукоятка ручного открытия ворот ну естественно и откроем никогда радиации здесь внутри по измерениям нет то есть она такая же как и снаружи даже чем-то меньше видимо может быть непродолжительный период либо соблюдали технику безопасности поэтому вроде как ходить здесь с точки зрения радиационной безопасности безопасно ну по крайней мере мы на это надеемся возвращаемся в этот зал да тут концерты можно проводить вот огромные трубы но интересное место конечно это сколько труда сил было вложено все это сколько потом все это было разграблено к сожалению таких частей конечно у нас на кольском полуострове море ну не море но есть stalker еще для фанатов stalker и метро это конечно место наверное практически культовая вот останки остатки внутренних помещений где-то даже на скорее тут естественно было и котельная и какие-то внутренние тут что-то видите это постамент может быть здесь какой-то движок стоял запасной или основной потому что естественно такие вещи они абсолютно автономные ну да тут какой-то постамент явно движок которого уже которого сняли на 1 первую очередь на стенах надписи никаких не сохранилось бывает что остались конечно надписи но номер только помещение сверху даже кстати ну вода практически не капает ночью хорошая гидроизоляция у здания еще одно помещение просто комнатки видимо уже для персонала какие-то вот даже смотрите интересная комнатка где сохранились остатки дверей останки дверей причем высоченных да тут почему-то тут маленькая дверца ну тоже какой-то совсем маленькое помещение везде они все пронумерованы везде вентиляции то есть получается что скорее всего работа но этот скальный комплекс мог работать как автономно так и полностью с точки зрения вентиляции то есть мог наверное закрываться и как-то долгое время существовать идеальное место для чтобы пережить зомби апокалипсис даже он смотрите труба в каком отличном состоянии какие-то перегородки видимо что-то наверно достраивалась перестраивалась интересно наверно остались конечно же люди которые служили есть целая группа вконтакте наверное интересно будет увидеть свои вспоминания как тут служилось когда здесь все функционировало и и сейчас в каком-то состоянии вон там внутри стен целые тоже проходы вот еще одна комнатка но и вот смотрите самое главное еще одни гермоворота на этот раз приоткрытые сверху что-то капает все таки здесь у нас куча ответвлений то есть если здесь у нас фонарик погаснет то потеряться здесь проще простого еще помещение всем самом деле пустые конечно все уже растащена но и неудивительно сколько лет прошло вот смотрите заклинившие гермоворота тоже с такими же надписями состояние тот же прапорщик зольников вот даже надписи сохранились закрыть и открыть но вот эти вот спилены соответственно да фурнитура или внешние ручки они спилены что-то подождите правда надо под ноги смотреть аварийное освещение рукоятка открытия а ну вот даже их видите смотрите их немножко сдвинули с места и так они и остались щиток ну сейчас попадем туда там тоже интересное помещение как раз вот за этими воротами и смотрите как как надо пролазить в неизвестность и вот здесь как раз и опа и собирали так аккуратно вот здесь как раз вот в этом помещении да стоп что-то у меня фонарь видите фонарика не хватает у меня тяжело очень ловить фонарик не бьет на таком вот этом помещении заболевшийся шифером тут как раз и собирали с ней хранили ядерные боеголовки ну я не знаю как насколько это будет видно на камере потому что на помещении очень очень длинная и и надо идти аккуратно смотреть под ноги очень длинная и ну представляете здесь кромешная тьма вот видите шифер обваливается и конечно таких помещениях надо брать с собой какие-то каски и здесь такая акустика когда я говорю такое чувство что кто-то еще говорит то есть мои слова относятся вот эти те ворота первые где мы стояли то есть за ними открыть как вы их понимаете ну не знаю практически нереальность только взрывать а тут скорее всего валится все вокруг чем они какие-то следы уже к сожалению современной жизнедеятельности ну очень опасно идти тут по шиферу потому что наверное я по нему во-первых тут и мокро под шифером очень легкую могут быть вот эти как раз и дырки да по нему особо вот кстати видны сейчас подсвечу некоторые сосульки ну в принципе пройдем дальше но особо там особо ловить там нечего под шифером все то же самое а картинка шифер очень гремит под ногами да ну в принципе дальше вот я особо смысла идти нет там просто пустое помещение хотя скорее всего фонарик не добивает и вы блин да что ж такое то проблема в том что под шифером вода надо идти либо под шифером который ломается по которым могут быть вот по которым могут быть ты нарастой же там хорошо под шифером могут быть те же самые люки ну вот в принципе ну вот там вот чуть-чуть сфокусировался я сейчас попробую вот получше подсветить вот там вот такое помещение и здесь как раз хранились ядерные части ядерные боеголовки вот смотрите какой длинный длинный и низкий очень по сравнению с другими помещениями потолок так теперь обратная дорога в общем фотографии здесь можно сделать просто классные они по-моему какие то есть вот странно что вот здесь шифер как-то так убран и можно пройти какие то даже разметка осталась желтая где наверно надо было ходить ну и здесь конечно свежо очень вот видите ворота сдвиг как-то странно они очень сдвинуты очень странно то есть просто как будто они стоят под своей тяжестью открыть закрыть ну да видите фурнитура к сожалению вся срезана не фурнитура ручки срезаны металлистами немножко не понять как это было то есть вот мы сейчас находимся в центре этой 52 площадки то есть вот там вторые ворота то есть второе вот оттуда мы пришли сейчас заглянем по моему вот тут еще ну коридорчик который мы видели и вернемся соответственно вернемся во второе хранилище в принципе такое же все вот самое интересное что маленькие помещения вот 52 площадка сама по себе она легко доступна то есть можно поехать ну по грунтовой дороге конечно но дорога а лучше нормального качества вот смотрите еще коридоры очень пол разбит очень много это почему видите такие провалы это металлисты насколько я понимаю взламывали пол для того чтобы для того чтобы вытащить кабель кабель естественно дорогой вот даже кстати видно видите крепление под кабель да вот они их через вот эти вот бамс 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 они их и этот кабель и вытаскивали то есть вытащили все что можно с воротами они скажем так них не получилось нажиться потому что они бетонные а тут все все срезано подчистую что очень много видно тут и какие-то обозначения в общем все это сохранилось с места отсюда экскурсии возить только так вот кстати какие то даже видно что это все скале вырубалось ну есть проходы скалах тоже это все скрывалось может там что-то пытались найти может что-то нашли в общем огромный комплекс тут целый считайте огромный огромный комплекс на помещение двери аккуратно остатки дверей не знаю насколько это снимает насколько получится картинка потому что экранчик небольшой плюс холод руки у меня замерзли надо смотреть на ноги вот собственно помещение здесь они такие вот и все одинаковые не особо наверное интересные вот вот эти дырки проломы можно сводиться да тут скорее всего маленькие комнатушки 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 ну конечно в живую да и вообще это тут что-то видите аж аж выломано да только чтобы поговорить не прилетела это остатки мебели так аккуратно все нормально Жень да даже ямы ну жалко что конечно предметов интерьера или каких-то там плакатов надписи практически не сохранилось конечно было бы очень интересно вот еще видимо тут какие-то стояли скорее всего ну постамент сейчас подсвечу получше сейчас одну минуту вот это скорее всего что-то типа как движки тут стояли дизель генераторы да видите и тут не воздух подавался даже вот какая-то осталась даже типа плакат естественно все было автономно наверное тут он питал а ну тут мы так в комнатушке были ну и соответственно через комнату через коридор там такие же постаменты такие же видимо запасные двигатели здесь а тут вот куча-куча всяких надписей почему-то именно здесь здесь а здесь может быть было какое-то хранилище топлива вот здесь прям почему-то именно в этой комнате все исписано так мы возвращаемся и идем во второе хранилище вот здесь ощущения такие немного необычные ходишь по тому месту где наверное месяцами может никого не быть или зимой допустим все брошенное когда-то все это было живое то есть абсолютно покинутый да давайте мы вернемся вот здесь объект причем огромный в то же время как я говорил легко доступный можно сюда проехать практически на любой машине и спокойно здесь погулять народу здесь как правило немного ну как кто-то подъезжал тот же уехал больше рыбаки вот ну вот вернулись к тем воротам и идем ко вторым мы уже кстати гуляем тут 20 получается больше 20 минут то есть можно представить себя в игре в игре метро 2033 stalker даже какие-то огромные помещения очень похоже что все это рисовалось прямо как вот отсюда фонарик у меня уже поскольку работает в турбом режиме он просто раскалился его даже держать рукой очень жарко оставим ну и вот соответственно вторые ворота сейчас вот они посмотрим эту комнатку ничего интересного вот это вторые соответственно ворота и вот он первый вход вот он первый вход и вторые ворота тоже их то ли постались вытащить то ли еще что-то в общем они просто их уронили те же самые надписи ну тут кстати прапорщик уже другой там был зольников или кто а тут вов код какой-то непонятный ну и вот второе второй склад второе хранилище также 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 он с обваленными этим шифером который был на потолке не знаю почему именно шифером я такую слышал байку что шифер хорошо впитывает радиацию не знаю почему но надеюсь это только байка фон как я уже говорил здесь абсолютно нормальный вот можно идти ну тут может дойдем даже до конца наверное метров сто если ну да ну чем дальше больше этого шифера больше остатков только что никаких надписей ничего то есть не осталось очень мало сохранилось так все фонарик потихоньку уже начинает не умирать но перегревается он на такую мощность так долго не хочет работать вот кто-то современный к сожалению ну вот дошли до конца конечно ничего особо такого интересного подождите ну вот посмотрите что скрывали зачем-то скрывали штукатурку типа и вот там можно посмотреть вот или она сама обвалилась скрывали то есть вот это выбито то есть все это выбито в скалах выбито в скалах и вот и вот смотрите насколько далеко да вход все идем обратно в принципе попробуем ну не попробуем будем снимать еще сам городок вот вот смотрите кстати что будет если я погашу фонарик то есть какая темнота это при том что сзади еще стоит жена и с фонариком если выглядит то что тут найти или потеряться где-нибудь где нет света легче простого и просто фонарики здесь простым фонариками здесь будет не так комфортно наверное вот помещение конечно огромное наверное все это взрывалось таких наверное мне кажется площадок не так и много по стране и не знаю сколько долго просуществует это в том виде в котором есть так тут все таки капает сверху то есть гидроизоляция тут тоже уже получается если бросили все это в девяносто по моему седьмом девяносто шестом а сейчас 2019 ну все это стоит разрушение только получается косметические кстати вот так ворота как-то они двигались да зачем ты их вот зачем ты их вряд ли мне кажется они сами упали наверное им помогли те же самые металлисты ну или просто вандала вот давайте посмотрим мы вот оттуда пришли ну и вот кстати аккуратно очень надо потому что сверху все свисают эти штуки бывшие арматуренные бывшие крепления причем сюда можно приехать и зимой но зимой тут да кстати вот зачем-то тоже пробивали вот видно что это все в скалах все это взрывалось пробивалось вот там мы с вами гуляли там где скрыты полы еще огромное количество помещений есть байка о том что тут есть еще какое-то бомбоубежище куда никак не могут найти вход то есть которое было изначально замуровано что где-то оно все-таки есть и по сути оно не разграбленное но не знаю может быть попробую узнать у людей которые здесь служили но хотя с другой стороны зачем все это растащат тоже видите как надо быть аккуратным вот мы с вами уже выходим то есть считайте мы получается мы полчаса гуляли только по а кстати смотрите здесь были вороты теперь их получается нет то есть или их так далеко вытащили вот смотрите кстати вот даже видно что там подземные коммуникации были вот этот скажем так вход вот вот ворот то я не вижу они либо где-то здесь либо это уточнили ну как хорошо выйти на чистый воздух вот ну вот такая площадка 52 вот это основной вход вот вот над ней вы можете увидеть шахту вентиляции соответственно помещения ну помещения конечно все брошенные там уже увидеть особо ничего нет то есть ну ничего там интересного вот дальше поедем с ней городок находился сейчас мы увидим вот там он вот он виден тоже достаточно интересно во второй части просто поснимаем развальный этого городка на этом все всем пока ждите вторую часть всем удачи удачи Субтитры сделал DimaTorzok